Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 74. Начитываем новый завет с толкованием блаженного филакта с комментариями. Посланник филиппийцам, 3 глава, 7-8 стихи. Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Толкование блаженного филакта. Здесь еретики, порицающие закон, говорят. Вот Павел называет его тщитою. Как же после этого он мог быть дан Богом? Но прежде всего будем благодарны за то, что Дух Святой так устроил, что они принимают эти слова, как бы говорящие в их пользу. Если бы этого не было, они бы просто уничтожили эти слова, как и многие другие. Затем, обратив внимание, апостол не сказал прямо, что закон тщитою, но я почитаю его тщитою. Так как закон сам по себе не есть тщитою, иначе как бы он мог приводить ко Христу? Когда понимается правильно, прежде понимая его ложно, я не обращался ко Христу. После же, узнав истину, я обратился ко Христу, и закон теперь показал мне, что он был тщитой в то время, когда я, понимая его ложно, не обращался ко Христу. Сам же по себе закон есть приобретение. Послушай далее. Не сказал, что я считал преимуществом. Но что было? Так как закон поистине преимущество. Потому что, освобождая людей от зверства и суеверия, и делаясь лестницей, приводит нас к жизни во Христе. Подобно тому, как кто, восходя по лестнице, не пренебрегает ступенями, напротив, остается благодарным, потому что, не будь их, он не мог бы взойти. Так и закон был приобретением. Теперь же мы считаем его тщитой. И вредом не потому, что он таков на самом деле, но потому, что есть большая благодать. Или как человек, обладающий серебром, если найдет золото, при невозможности обладать тем и другим, считает вредом удерживать серебро и оставляет при себе золото. Так и закон становится вредом, если отводит от Христа. А если бы приводил к нему, то не был бы вредом. И так говорит. Я не только прежде считал закон с щитой, но и теперь считаю его таким. Почему же? По превосходству благодати. Видишь ли, он делает сравнение. Сравниваются же только однородные предметы. И поэтому, что превосходит, то превосходит однородное себе. И закон есть познание, но меньшее. Подобно тому, как светильник есть свет, но не такой, как свет солнца. Хотя и свет. Ради Христа, говорит, я от всего отказался. То есть, все подсчет с щитой. Или все отверг. Видишь ли, после этого, закон не сам по себе чита, но ради Христа. Относится ли слово ссор к закону, это неясно. Правда, подобнее, что здесь речь идет вообще о мирских делах. Ибо он выше сказал, для него я от всего отказался. То есть, от всего мирского. Но если сказанное отнести к закону, то бесчестия для него не будет. Ибо ссор есть солома или стебель пшеницы. Но стебель служит охраной и поддержкой пшеницы. Так что, если бы не было стебля, то не было бы и пшеницы. Но когда последнее созрело и ее выбрали, тогда стебель... Убрали, убрали. Написано, выбрали. Ладно. Тогда стебель становится ненужным. Точно так же и закон есть утверждение и свидетель благодати. Когда последнее явилось, то уже не следует оставаться при букве закона. Филиппийцам 3.9 И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Толкование. Дабы не иметь в мне моей праведности, происходящей от дел закона, как бы уже совершенных мной. Ибо нет праведности от дел, потому что я этих дел не совершил. Но чтобы иметь праведность, происходящую через веру во Христа, которая есть праведность от Бога, то есть дар Божий, праведность, оправдывающая верующих благодатью. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. В Римлянам 10.9 Божественные же дары в величайшей мере превосходят ничтожность дел, совершенных человеческим старанием. Как и пшеница, много лучше соломы. Филиппийцам 3.10. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь в смерти его. Толкование. Итак, познание происходит через веру. Ибо какое умозаключение докажет нам воскресение? Никакое, но вера. Если же воскресение познает са верой, то как будет познано умом большее рождение? Но почему оно большее? Потому что примеров воскресения много, так как многие воскресали и до Христа, но никто не родился от Девы. Потому и праведность, которая от Бога заключается в вере, то есть опирается на ней и имеет ее своим основанием. Сказал, и сила воскресения. Действительно, великая нужна сила для того, чтобы воскреснуть. А с другой стороны, воскресение подает нам силу для шествия по тому же пути, по которому шел Христос. Будучи преследуемы и теснимы, говорит, мы становимся участниками страданий Христа. Потому что если бы мы не верили, что будем с Ним царствовать, то не терпели бы так много и так сильно. Заметь, что всего более верит в воскресение Христа, кто страдает. Послушай далее. То есть делаясь совершенно подобным Ему. Как тот страдал от людей, так и я должен страдать. Потому что преследование и страдание живописует образ Его смерти. И мы, так сказать, делаемся Христами настолько, насколько страдаем. Видишь ли, как велико достоинство страданий? Филиппийцам 3.11. Чтобы постигнуть воскресение мертвых, толкование, под воскресением, понимая здесь, преславное вознесение Его на облаках. Потому что все воскреснут, но не все будут вознесены на облаках. Грешники внизу ожидают судью, а святые восхищаются на облаках в сретении Господа. Сказанное ты поймешь из следующего. «Умер, — говорит Христос, — и я умираю. Он воскрес со славой, и я стараюсь достичь такого же славного воскресения. Заметь осторожность того, который столько сделал, и который выше людей. Чтобы достигнуть, — говорит, — ибо я еще не уверен, настолько он смиренно мудр. Об этом он говорит и в другом месте. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть!» 1 Коринфянам 10, 12. «И еще, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным!» 1 Коринфянам 9, 27. Филиппийцам 3, 12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Толкование. Сказав, чтобы достигнуть, он подтверждает это, говоря, «Так не уверенно, я сказал, потому что еще не достиг награды, еще не усовершился!» Говорит, «Я еще нахожусь в подвиге, еще стремлюсь, не достигну ли как конца и награды!» Затем, показывая, что это его долг, он прибавляет, «Ради всего-то достиг меня Христос!» То есть, когда я был в числе погибших и отверженных, Христос меня преследовал и достиг меня бегущего и обратил к себе. Поэтому и сам я должен гнаться за ним, чтобы достигнуть его. Весьма выразительно сказал, «Стремлюсь!» «Потому что стремящийся ни на что другое не обращает внимания, кроме того, к чему стремиться!» Все опускает из виду. Даже самое дорогое и самое необходимое. Так и мы должны спешить, не обращая внимания ни на какие препятствия. Филиппийцам 3.13 «Братья! Я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед...» Толкование. «Так как прежде он много похвалил филиппийцев, теперь, смиряя их помыслы, он говорит, «И я, учитель ваш, еще не считаю себя достигшим полного совершенства, подобно тому, как если бы кто о бегущем сказал, что он еще не пробежал все дистанции. Как же он говорит, в другом месте течение совершил?» 2 Тимофей 4.7 «Но это он сказал ввиду смерти. «Делаю, — говорит, — одно, стремлюсь к одному только, чтобы всегда двигаться вперед. Я забываю совершенные мной дела и оставляю их позади, и о них вовсе не вспоминаю, и таким образом стремлюсь вперед. К тому, чего у меня еще не достает, потому что тот, кто думает, что совершил уже поприще, тот останавливается, как бы уже все исполнил. Что же значит «простираюсь»? Это значит стараться схватить что-нибудь, прежде чем достиг. Значит, упреждать ноги. «Хотя бегущее остальным телом, наклоняясь вперед, что происходит от великого усердия». Филиппийцам 3.14 «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Толкование. «Я, — говорит, — бегу не бесцельно, но устремляю свой взор к цели». Какая же это цель? «Почесть Вышнего звания, то есть нетленного, который на небесах, потому что подвиг происходит внизу, но венец вверху, во светлости святых. Ибо и царь, удостаивая сподвижников больше почести, венчает их, призвав к горнему, с целью показать, что все делается с помощью Христа, без которой и подвиг бывает неуспешен, говорит «во Христе Иисусе», то есть при Его содействии». Филиппийцам 3.15. «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Толкование. Что же такое это? То, чтобы забывать заднее. Свойство совершенного человека не считает себя совершенным, потому что совершенство заключается в том, чтобы не полагаться на себя. Здесь Павел обнадеживает филиппийцев. Если говорит «вы думаете, что все сделали, то Бог покажет вам, как не ведающим должное». Это сказано о совершенстве жизни и о том, чтобы они не считали себя совершенными. Филиппийцам 3.16. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Толкование. «Что, говорит, мы доселе сделали, того и должны держаться, то есть единомыслия и мира, и по тому правилу жить, то есть той же верой и для той же цели, ибо правило не допускает ни прибавления, ни убавления. Итак, вы не приступайте в велении Святого Духа». Филиппийцам 3.17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Толкование. «Выше он сказал, берегитесь псов». И таким образом отдалил филиппийцев от них. Теперь он приближает их к тем, которые ведут добрую жизнь. «Ибо это значит смотрите, то есть обращайте внимание на них, и, видя в них первообраз, подражайте им. Как во мне имеете вы образец, так и в них. Ибо он учил их не только словами, но и в своей жизни, и в поведении являл себя примером. В этом и состоит совершенное учение». Филиппийцам 3.18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Толкование. Не называют таковых по имени, чтобы не привести в возбуждение, но все-таки дают филиппийцам понятие о них, когда говорит, «о которых я часто говорил вам». «А теперь, так как зло увеличилось и распространилось, я даже не могу и вспомнить о них без слез. Видишь ли его сострадание? Он плакал не о своих собственных пороках, так как он их не имел, но о том, что другие жили, не сознавая своих пороков и в утехах. Некоторые лицемерно исповедовали христианство, но жили в утехах и спокойствии. Их-то и называют апостол врагами креста, потому что крест ищет души, готовой на смерть, жаждущей опасности. А они свободны от этого и живут совершенно противоположно сему. Если бы они любили крест, то любили бы жизнь крестоносную, то есть горькую. Неужели после этого мы не будем страшиться предмыслью, что тот, кто друг роскоши, земного спокойствия и безопасности, враг креста Христова? Филиппийцам 3.19 Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Толкование. Потому что они служат ему, как Богу, и всячески угождают ему. Для одних Бог деньги, для других чрева. О них Павел говорит и в другом месте. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. 1 Коринфянам 15.32 Вот новое идолослужение. Некоторые понимают, это об обрезании, которое они считали славой, но которое на самом деле есть бесславие. Но это неверно. Он через это показывает их неразумие, ибо согрешающие должны бы стыдиться и скрываться. А они считают это для себя славой, потому что Богом они имеют чрева, ничего не думая о духовном или небесном. Филиппийцам 3.20 Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем из Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Итак, мы должны думать о Вышнем, должны стремиться к нашему Отечеству, где нам не назначено жить, так как Господь и Царь наш там, и оттуда мы ожидаем Его пришествия во славе Отца со святыми ангелами. Итак, и место, и лицо должны возбуждать вас к стыду. Филиппийцам 3.21 Который, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет все в себе. Толкование. Многое теперь терпит наше тело, связывается, бичуется и подвергается бесчисленным бедствиям, потому оно называется уничиженным телом, что подлежит тлению и разрушению, но оно преобразится, то есть, оставаясь тем же самым, облечется вне тления, потому что под преображением нужно разуметь освобождение от тления. Так как, говорит, тело наше сделалось подобным телу Христа через общение в страданиях, то оно сделается таким же и в славе Его. Ах, что Он сказал? Наше тело будет сообразно тому телу, которому поклоняются ангелы, которое сидит одесную Отца. Он ему, приславному телу, будет подобно наше тело и так же прославится, как и оно. Итак, если и вся вселенная будет слезно оплакивать потерявших такую славу, оплачет ли она их достойно? Так как апостол сказал о великом и почти невероятном, то поэтому, говорит, не сомневайся, потому что Он имеет силу, которая совершает все и которая покорила ангелов, архангелов и демонов. Поэтому, если Он совершил столь великое, то тем более может совершить гораздо меньшее. Как же покорил? Кто же? Кто же покорил? Некоторые говорят, что Бог Отец покорил Ему, то есть Христу все, но это не вытекает из предыдущего, потому что апостол не говорил выше об Отце. Итак, лучше разуметь это о Христе, который силой своей божественности покорил себе, то есть своему телу все. Не будем бояться, чтобы мы как бы разделяем Христа. Мы знаем Его, единого, даже в различии Его естеств. Филиппийцам 4.1 «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленное». Толкование. «Итак, хотя вы и видите их радующимися и прославляемыми, но вы стойте так, как стояли, в надежде, что мы прославимся со Христом, и не отступайте от этой надежды. Заметь, какими похвалами Он превозносит их. «Братья, говорит, и не просто, но возлюбленные, и кроме того, еще вожделенные, то есть такие, к лицезрению которых стремится душа моя. И еще, радость, не просто, но и венец, словнее которого нет для него ничего. И прежде увещания похвалил их и после опять. Дороги, значит, они были для Павла, если он удостаивает их такой великой чести». Филиппийцам 4.2.3 «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогаем, подвязавшимся в благовествованию вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Толкование. «Мне кажется, что эти женщины занимали выдающееся положение в тамошней церкви, потому он поручает их некоему чудному мужу, который был или братом одной из них, или же мужем. Быть может, он-то и был темничным стражем в Филиппах». Деяние 16.23.40. Апостол как бы так говорит, «Теперь-то ты и становишься истинным братом и истинным мужем, если в деле Господнем несешь то же бремя, вспомоществуя им». Некоторые совершенно неправильно говорят, что Павел обращает са здесь с увещанием к своей жене, но не говоря о многом другом. Немало говорит, они содействовали мне, хотя это было и при помощи многих других. Посему апостол говорит, подвязавшимся вместе со мною подлинно в то время церкви находились в прочном союзе между собой, потому что один другого почитал и один другому помогал. А теперь, увы, в каком состоянии мы находимся, друг друга не извергаем, почему мы совершенно и отличаемся от живших в то время. Видишь ли, какую добродетель приписывать женщине, сказанное Господом апостолом, имена ваши написаны на небесах, Лука 10, 20, Павел приписывает и женщинам, что и их имена вместе с прочими написаны в книге жизни, то есть в ведении и суде Божьем. Или он присудил им жизнь, имея в виду веру их, подобно тому, как неверующий уже осужден. Евангелие Теана 3, 18. И следовательно написан в книге смерти. Филиппийцам 4, 4. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь, толкование, но как же Господь говорит, блаженны плачущие, Матфея 5, 4. Потому что плакать таким образом то же самое, что радоваться, ибо не просто сказал, радуйтесь, но в Господе. Кто бывает с Господом, тот всегда радует сам, хотя бы его предавали пыткам и терзали. Они же, говорит, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5, 41. Так как естественное положение дел причиняло скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться. Филиппийцам 4, 5. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Толкование. Так как высший Павел осуждал некоторых как врагов креста, то теперь побуждает филиппийцев не относиться к ним враждебно, но поступать с ними милостиво, хотя бы они были врагами. Филиппийцам 4, 6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Толкование. А вы завидуете тому, что те живут в удовольствии и наносят вам оскорбление, вы же находитесь в печали. Господь близко. Суд уже настал. Не заботьтесь ни о чем, ни об оскорблении с их стороны, ни о вашей печали, потому что они отдадут ответ Господу, а вы пребудете в покое. Вот и еще утешение, именно молитва всегдашняя, во всяком положении дел, и при том с благодарением, потому что как настанет, станет просить кто-либо о будущем, не выразивший чувства благодарности за прежнее благодеяние. Итак, за все, даже и за то, что кажется несчастьем, должно благодарить, потому что благодарить за добро требует сама природа вещей, а за несчастье долг благомыслящей души. Такого рода молитвы открывает желание наше пред Богом. тех же молитв, которые совершается иначе, он не принимает. Филиппийцам 4.7 И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Толкование. То есть мир, который Бог устроил с человеками, превосходит всякий ум, не человеческий только, но и ангельский, как если бы апостол сказал, он спас или избавил нас так, что ум наш не в состоянии сего постигнуть. Ибо кто ожидал, что такие блага будут нам дарованы и что мы примиримся с Богом, он сам вас будет беречь и предохранять, чтобы вы даже не мыслили чего-либо дурного. Или же апостол говорит о мире, о котором Господь сказал, мир оставляю вам, Иоанна 14-27 Он будет охранять вас, ибо таковой мир превосходит всякий ум, так как Господь повелевает, чтобы мы имели мир со врагами и с теми, кто обижает нас. Если же мир превосходит всякий ум, не тем ли более существо дело? Выражение во Христе Иисусе значит, Он соблюдает вас в себе, чтобы вам не отпасть от Него, но паще пребывать в Нем. Филиппийцам 4-8 Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Толкование говорит так, как бы спеша и не имея уже ничего общего с настоящими обстоятельствами, то есть свое добродетельное, ибо зло есть ложь, равно как и наслаждение им есть ложь, что честно, против тех, которые думают о земном, что чисто, против тех, Бог, которых чрево, что любезно, то есть Богу и людям, а последнее значит, чтобы никого не оскорблять. Видишь ли, Он желает, чтобы они обращали внимание и на то, что касается людей, но не просто, а сказав, что только добродетель, так как от помышлений рождаются дурные дела, то говорит, о всем помышляйте, то есть о том, на что указано выше. Филиппийцам 4.9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Толкование. Так как нельзя было говорить обстоятельно обо всем, о входах, выходах, слове и одежде, то говорит вообще, чему вы научились, что слышали, посредством изустного научения, что приняли письменно и что видели во мне через самые дела. Потому что являть себя примером, как часто говорилось, есть самое лучшее учение. Не только помышляйте и не только говорите, как выше было сказано, но и делайте. То есть, если вы будете исполнять это, то будете жить в спокойствии. Потому что, когда мы будем в мире с Богом, конечно, посредством добродетели и с людьми, с ненавидящими мир я был в мире. Псалом 119, 7, то сам Бог будет с вами, так как если Он ищет удаляющихся от Него, то как Он не придет к приближающемуся к Нему. Филиппийцам 4, 10, Я весьма возрадовался о Господе, что вы уже вновь начали заботиться о Мне. Вы и прежде заботились, но вам не благопрепятствовали обстоятельства. Полкование Не мирской радостью возрадовался, говорит, и не житейской, но в Господе. Не тому я возрадовался, что успокоился, но тому, что вы преуспели. Посему ты сказал весьма, ибо радовался об их пользе или преуспеянии. После того, как незаметно укорил их за прошедшее время, внушая им благотворить непрестанно и всегда, он опять прикрыл этот укор, потому что слова уже вновь указывают на продолжительное время. Словом начали, опять распустились, опять дали побег или отпрыск. Говорит как бы о выросших растениях, которые засохли, и потом снова расцвели. Так и вы, говорит, быв цветущим и завяли, и потом снова распустились. Таким образом, здесь и у корнейки и похвала, ибо немалое дело есть увядшему процвести. Чтобы кто не подумал, что они и в остальных делах увяли, он прибавил заботиться о мне, то есть в одном только заботливости а необходимо мне. Но следует спросить, каким образом тот, который сказал блажение давать, нежели принимать, деяние 2035, и опять в послании к коринфянам, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто изничтожил похвалу мою, 1 коринфянам 9.15, теперь является принимающим помощь. Там он вполне основательно не принимал, именно благодаря лжеапостолам, которые показывали вид, что не принимают, дабы они в чем хвалятся, говорит, оказались такими же, как и мы. 2 коринфянам 11.12 Не просто сказал, похваласи я, не отнимется у меня, но в странах Ахаии, 2 коринфянам 11.10, потому что говорит, другим церквам я причинял издержки, 2 коринфянам 11.8, таким образом, там он не принимал по основательному рассуждению, здесь же дающие, возлюбленные вожделенные, которых он огорчил бы, если бы не принял, при том же и принимать бывает лучше ради отдающих, потому что они большую получают пользу, чем приемлющие. Что же касается изречения блажение давать, нежели принимать, что он вовсе не означает запрещение принимать, но есть простое сравнение, указывающее на то, что лучше. На том основании, что золото лучше, неужели кто-нибудь запретит иметь серебро? Кроме того, апостол говорит это о труде и подаянии труда, и подлинно нужно так делать. Но ежели не будет времени для труда, например, при наложении уз, или в случае болезни, то что тут делать? Не должно ли принимать? Я думаю, что так. То есть, вы носили в сердце заботу обо мне и беспокоились о мне, ибо это в вашем характере заботиться обо мне. Нет, не родение вашего, говорит, зависело это, а от необходимости. то есть, вы не имели в руках сами, не были богаты, от общего обычая сия заимствовано, ибо мы обыкновенно говорим, настали тесные обстоятельства, пришли теперь дурные времена. Все.